Девчонки, всем привет! Сегодня хочу вам рассказать о своих покупках в магазине Ифраше. Захожу вообще туда не очень часто, потому что, в принципе, все у меня есть. И уход за телом, и уход за лицом, и декоративная косметика. Захожу туда не часто, но, в принципе, когда есть скидки, когда есть какие-то акции, подарочные купоны, я стараюсь туда заходить. Итак, что я купила сегодня? Сегодня я взяла вот такой вот гаммаж для тела, гаммаж скраб, еще не пользовалась, на самом деле, слабо себе представляю, чем отличается гаммаж от скраба, но посмотрим. Он очень приятно пахнет, просто потрясающий запах, невероятный просто, очень-очень классный запах. Так, в состав сюда входит сок листьев агавы, пудра, ядра миндаля и масло кунжута, пудра косточек абрикоса, эфирное масло саро. Судя по консистенции, он не такой сильный, не такой термоядерный, как гаммаж. Он более мягкий, но в то же время с какими-то отшелушивающими частичками. Не такой мягкий, как гель для душа. Ну, попробуем. Вообще, я не могу оторваться от этого запаха. Запах просто невероятный, просто потрясающий. Вообще, обалденный запах. Очень классная вещь, обязательно попробую, расскажу вам, что это такое. Следующая покупка, это вот такая вот маска. Маска заявлена как очищающая маска против прыщей и черных точек, но вы, наверное, знаете, на ютюбе она уже, в принципе, получила распространение, что она очень хорошо очищает поры, она очень хорошо именно чистит и шлифует лицо. Попробуем. У меня сейчас какая-то кожа, ну, у нас сейчас какая-то непонятная погода, то жарко, то холодно, то снег, то дождь, поэтому кожа как-то себя тоже не очень хорошо чувствует. Поэтому хочется попробовать что-то новое. Я, в принципе, уже много лет пользуюсь маской и очищающим средством от Mary Kay, но хочется периодически что-то новое, хочется менять. С Mary Kay мне уже совсем надоело. Вот маску решила попробовать вот такую, посмотрим, так ли она хороша. Ну и последняя моя покупка на сегодня в Эфраше, это вот такая вот помада. Такая помада, у меня номер 13. Вот такой вот цвет. Вот такой вот цвет. Цвет очень красивый, конечно, такой ягодно-розовый. Я, конечно, сказать, с цветом промахнулась. Дала маху, рядом они стояли номер 13 и номер 12. Я хотела взять 12. Он более такой натуральный, более коричневый, такой золотистый. Но и взяла из стоечки вот где стоял 12 номер. Но там оказалось, я даже не глядя, просто взяла и в этой стойке, где внизу стоял пробник номера 12, оказалось, вот помада не с тем номером. Поэтому, девчонки, обязательно проверяйте номер той помады, которую вы берете, даже если она под или над стойкой, где стоит пробник этого цвета. И помада, вот она сейчас у меня на губах, вы можете видеть, помада, конечно, розовая. Она более летняя, более весенняя. Но, по моему мнению, не зимняя помада. Но качество, я вам хочу сказать, очень классное. У меня есть от Ифраше вот такая помадка. Я про нее уже рассказывала в предыдущих покупках. Вот Ифраше. Вот такая вот. Это все, что у меня уже от нее осталось. Это более натуральный коричневый цвет. Она заявлена как супер увлажняющая на целый день. Она нанос, когда вы ее наносите, да, она классная увлажняющая. Но через час она начинает, наоборот, она как-то впитывается в губы и начинает их, наоборот, высушивать. Вот с этой помадой такого нет. Она очень классная, она очень здорово наносится. Она действительно очень здорово увлажняет губы. И она не скатывается, и она... У нее нет такого эффекта, как вот у этой, что она впитывается и начинает губы высушивать. Губы остаются такими же увлажненными, такими же гладкими, мягкими. она не скатывается вот в белую полосочку между губами. Стоит она дешевле, я, если честно, не помню по стоимости, сколько стоила вот эта, но, по-моему, вот эта рублей на 100 стоит дешевле. Поэтому, если я сейчас, я, наверное, все-таки куплю цвет 12, который хотела, вот этой помады, а вот из этой серии я вряд ли буду покупать еще. Все. Несмотря на то, да, что у меня осталось ее достаточно немножко, я ей пользуюсь очень интенсивно, потому что мне очень подходит цвет. Он очень натуральный, он подходит подо все. Эта помада у меня, в принципе, всегда лежит в косметичке. Но по качеству вот эта помадка, она и дешевле, и по качеству мне понравилась больше. Кстати, на нее сейчас вы фроши скидки, поэтому она стоит еще дешевле. Ну и мы подобрались к самому интересному, это к подаркам. Сейчас, после Нового года, вы фроши куча скидок, куча акций, куча всяких подарков, вот по купончикам, которые вы давали перед Новым годом за покупки. В общем, и так, купила, напоминаю, три вещи. Гамаж для тела, маску для лица и помаду. И мне в подарок дали календарик, такой перекинной календарь с очень красивыми картинками внутри. Вот такую пашмину, очень классный платочек, он такой очень легкий, газовый платок. Мне кажется, такой вот, ну на весну вообще шикарный, очень красивый, с кисточками. Очень легкий, вообще просто классный платочек. Мне очень нравится, он очень приятный, вообще я очень довольна. Ну и самое интересное, что мне дали в подарок, вот в такой вот сумочке это лежало. И это вот такое вот колье. Вот с очень красивыми такими синими камнями. По-моему, очень здорово. Вот такое вот. По-моему, очень здорово, очень приятно. Зашла вообще, незачем, если честно, в ифраше, просто шла мимо, а зашла купить вот эту вот маску, потому что очень уже о ней наслышанно, захотелось попробовать. Заодно, ну и так, в общем-то, остальное нахватало заодно, но и, собственно, получила за это груду подарков, что очень приятно. Ну вот, такие мои сегодняшние покупки. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока.